Как привлечь молодежь к освоению рабочих профессий? Именно на этот вопрос прежде всего искали ответ участники конференции. Без развития ремесел у страны нет будущего. Не могут быть все управленцами, программистами и учеными. Нужны и те, кто умеет работать руками. Именно поэтому сегодня десятки лицеев и колледжей по всей России готовят профессионалов в области строительной индустрии. Важность конференции показать, что мы нужны друг другу, что образование работает для отрасли, что отрасль заинтересована в том, чтобы образование занималось своим делом, и молодежь понимала, что они нужны городу. В рамках конференции в мастерских прошел международный конкурс «Облицовщик-плиточник», в котором молодые специалисты на деле продемонстрировали свои умения. В этом году наши ребята соревновались с начинающими мастерами из Финляндии и Германии. Задача перед конкурсантами стояла непростая. Метровую стену необходимо было декорировать разноцветной плиткой. Жюри оценивало скорость работы, аккуратность и творческий подход к делу. Робин Хильбрехт в России впервые. С детства любит строить и заниматься плотничеством. Поэтому, когда пришло время выбирать профессию, без сомнений поступил в палату ремесел Лейпцига. Мне очень нравится работать руками, это интересно. Можно пофантазировать, и всегда приятно увидеть конечный результат. Проведение подобных конференций и конкурсов профмастерства повышает престиж рабочих профессий у молодежи, уверены организаторы. К слову, некоторые из абитуриентов после посещения мастерских колледжа теперь планируют получить именно строительное образование. Мария Петухова, Александр Геращук. Новости Калининского района.